Олег Лесны с нами на связи, президент аналитического центра политика. Олег, здравствуйте, рада вам в эфире Фридом. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, по вашему мнению, как теперь после этого террористического акта очередного со стороны государства террориста Российской Федерации будут выглядеть, в целом выглядят вот эти предложения о мире, о переговорах, о мирных инициативах, не только, кстати, Путина, но и господина Орбана, премьер-министра Венгрии, и, в том числе, возможно, даже Си Цзиньпиня. Ну, смотрите, в логике нормального человека они должны выглядеть никак. Вот совсем от них надо отказаться и забыть, потому что те, кто обслуживает интересы в том или ином виде Российской Федерации, он есть соучастником в действиях государства террористов. С другой стороны, есть логика маньяка и террориста Путина. Зачем он это сделал? А и кому он дал сигнал вот этим обстрелом? Версий много. Ну, самая такая примитивная, это то, чтобы запугать украинцев. Ну, не получится. Это факт. И вот то, как разбирают завалы, и то, как отреагировали киевляне и гости города на этот теракт, показывает, что мы не боимся. Мы другие, мы совершенно другие. Второй вариант – передать привет НАТО накануне саммита. Вот показать, что я такой матч, что я могу делать все, что угодно. Может быть, вполне, потому что у России есть вот эта какая-то дурацкая совершенно традиция, под какие-то даты что-то делать. Особенно преступления или пьянки, но у них пьянки перерастают в преступления и так далее. Это бывает. И сплошь и рядом. И третий вариант – это вот передать сигнал своим, ну, скажем так, бизнес-партнерам, Китаю и Индии, Моди, который вот приехал в Россию, первый визит, и сразу же к нему, как прекрасно, да? В том, что, смотрите, я делаю, что хочу, я нарушаю все нормы, я убиваю детей, я расстреливаю роддомы и все, что угодно. Мне за это ничего не будет. Поэтому давайте, поддерживайте меня и дальше. А давайте, может, вместе разрушим этот мировой порядок или все, что от него осталось, и будем строить по нашим лекалам. То есть вот здесь вот истинное лицо Путина. Никакого мира, о котором он там бредил на встрече с Орбаном, и Орбан там бредил про какой-то мир, про то, что Путин надо прислушаться, Путин уверен в том, что будет победа и так далее, и так далее. Это все шум. На самом деле, если смотреть вот с точки зрения спецслужб, вот эти все мирные, без исключения, инициативы, которые не являются формулой мира нашей, они сделаны для того, чтобы размыть максимально нашу инициативу, забрать у нас инициативу, извините за тавтологию, в достижении справедливого мира. И вот это вот таким кровавым, подступным, я имею в виду, кейс Орбана, действиями, ну вот, вот так вот Россия действует, и мы прекрасно должны понимать, мы, даже не мы, а Запад должен понимать, с кем они имеют дело, и уже снять какие-то очки, любые, розовые, зеленые, какие угодно, закатать рукава и разобраться вместе с нами, с этим террористом. Почему, как вы видите, МНИ, МОДИ, да, в это время посещая, встречаясь с Путиным, НИ, тот же Орбан, НИСИ, ну, в общем, эти все параллельные встречи, которые происходят, и этот террористический акт по детской больнице, они никак не отреагировали. Мы видим весь западный мир, партнеры, да, хоть кто-то что-то сказал какие-то там, и нету осуждения, опять-таки, Российской Федерации. Ну, во-первых, Китай сам занимается геноцидом, у него в этих концлагерях фактически находятся местные мусульмане 50 миллионов, если не ошибаюсь, да, там, или около этого, почти вся, как наша, ну, не почти, а больше, нежели все граждане Украины, да. Поэтому тут не стоит ожидать, тем более у них отношение к смерти очень специфическое у всех. Но я их не буду защищать, а дело в том, что они все, и МОДИ, который приехал в Россию, это все о бизнесе, о том, чтобы не достался российский пирог в полном объеме Китаю и так далее. Здесь только бизнес, ничего личного, да, к сожалению. Орбан это вообще, мне кажется, человек, которого, во-первых, он никто сам по себе и хочет стать кем-то. Это мое субъективное мнение, не только мое, некоторые мои коллеги тоже так думают. Вот он взял и от себя, вот просто от себя, ему дали возможность там порулить немножко Евросоюзом, ну, условно так сказать, ну, это фигура речи, да. И вот он взял, опираясь на чужой авторитет, не свой, вот одеть одежду отца и пойти разговаривать с друзьями отца, как взрослые, да. Вот так оно его выглядит. Он поехал и всем рассказывал, я же, ну, я же не от ЕС езжу, да, я же вот, а кто ты такой, кто тебя просил? Я вообще считаю, что должна быть очень жесткая реакция в ЕС, потому что это очень сильный удар по организации. Это самозванство называется. Так любой может поехать на самом деле. И он обслуживал полностью интересы вот этих альтернативных, в кавычках, мирных планов. Вот кто ты такой, кто тебя уполномочил на это сделать? Я захотел, чтобы усилить тезисы своих хозяев. От одного хозяина к другому поехал, куратор рассказал, что вот я вот молодец, батя, я стараюсь. Ну, это так себе. И я считаю, что в нынешнем исторический момент нужно Западу и серьезным организациям более серьезно относиться к таким моментам, потому что это фактически демарш. И, ну, должна быть реакция. А если и правда, что он еще приехал, не приехал, а прислал письмо главному дипломату ЕС о том, что вот он поговорил с этими, с этими, Зеленский то, Путин то, Син то. Но вопрос, опять же-таки, кто? Уточнить. Можно, да, я уточню. Вот в контексте господина Орбана, его политики личной и его, наверное, ну, его цели поездки в Китай, они касаются его и другого немножко, скажем так. В контексте этих псевдомирных инициатив, которые пихает всему миру Владимир Путин, после появления ультраправых в том же Европарламенте, организации целых групп, в том числе под руководством премьер-министра Венгрии, как вы видите, будут ли покупаться все больше политиков европейских на эти псевдомирные инициативы? Если же это так, если процесс такой будет все-таки, как это может отразиться на поддержке Украины со стороны Европейского Союза и в целом попытки умиротворения этого самого агрессора? У нас минутка буквально. Попытки будут и пытаться через такие, как Орбан, заходить на эту тему, но просто взрослые в этой комнате, они прагматичны и прекрасно понимают, кто враг и кто агрессор, и кто играет здесь вот эту злую скрипку. И поэтому я думаю, что на этом этапе, наверное, не получится у этих типа Орбана играть первую скрипку в хорошем смысле этого слова. Спасибо вам. Спасибо огромное за участие в нашем эфире. Всегда вам тут рады. Олег Леснына, помню, был с нами на связи, президент аналитического центра политика. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.